Очередная порция посылок, хоть они все и мелкие, но для меня, по крайней мере, они все нужные. А вы смотрите и решайте для себя сами. Всем привет, дорогие друзья! Думаю, для многих что-то окажется также нужным и полезным. Ну а начну, пожалуй, с самой мелкой посылки. Итак, это набор из 10 оправок для гравера. Есть у меня вот такой маленький джентльменский набор для гравера, а оправок всего одна или две. И каждый раз, смотря что нужно делать, пилить или шлифовать, мне приходится раскручивать, закручивать. В общем, это очень неудобно и занимает какое-то время. А время для меня дороже золота. Вот для этого я и купил вот эти оправочки. Сейчас накручу самые ходовые нужные штучки, дрючки и буду счастлив. Ну вот, осталось только сделать под них подставку, чтобы были всегда под рукой. Но это потом как-нибудь. А пока... А пока у нас следующая посылка и в ней к нам приехал... К нам приехал... Ну вот, не знаю, как правильно это назвать, но изготовитель осмелился обозвать это микроскопом. Конечно же, это никакой не микроскоп. Я бы назвал это увеличительным стеклом, но в несколько необычном образе. В комплекте у нас, как видите, имеется даже какая-то инструкция на английском языке с картинками. Ага, и на китайском. На английском и на китайском. Ну, это мы потом изучим. Само увеличительное стекло поставляется вот в таком вот кожаном чехольчике. На вид из молодой антилопы Южной Африки. Конечно же, определенное сходство с микроскопом имеется. Так, это пленочка между батарейками, чтобы они в пути у нас не разрядились. Убираем. Имеется подсветка, причем две подсветки. Это обычная светодиодная, а вторая ультрафиолетовая. Можно даже какие-то водные знаки на купюрах высветить. Взял я эту фиговину, так как очень часто возникает необходимость прочитать мелкую маркировку чего-либо. Но теперь-то я все увижу. Так, как бы вам продемонстрировать ее возможности. Вот, через телефон даже виднее. Сейчас покажу. Отлично все видно. С этой штукой можно даже разглядеть какие-то микротрещины на плате. Непропай и прочие повреждения. Причем можно регулировать кратность увеличения вот этим диском. Можно сделать чуть крупнее или чуть мельче. Отличная штуковина. Маленькая, удобная. Как раз про такую можно сказать. Мал золотник, да дорог. В следующем пакетике скрывалась жала для USB паяльника. Нет, с моим паяльником все хорошо. Он по-прежнему меня иногда выручает. Недавно светодиодную ленту паял под потолком. Взял повербанк с паяльником и наверх. С обычным паяльником или станцией это сделать было бы куда сложнее. Случайно наткнулся на это жало и взял на всякий пожарный случай. Уже больно мне нравится этот паяльник. Хоть я и пользуюсь им редко, но, так сказать, метко. Следующая посылка оказалась не для меня, а для жены. Но я вам все же ее покажу, потому что вещица довольно занятная. Это свечки. Только не простые свечки, а светодиодные. Похожие я видел в Икее, но на порядок дороже. Сюрпризом стало то, что они имитируют еще и мерцание огня. То есть, если мы ее включим, как видите, пламя не ровное, а мерцающее. Как будто бы действительно горит свечка. Ну вот, а если зажечь все сразу, то можно здорово украсить интерьер. Принести некоторую теплоту и уют. Так, в следующей посылке у нас сверла. Сверла 0,8 мм. Для меня это самый ходовой диаметр 0,8. Я уже заказывал похожий наборчик, только там разного диаметра сверла. Так вот, 0,8 я сломал. Ни одним неосторожным движением, поэтому решил затариться этим диаметром по полной. Здесь их раз, два, три, десять штук. Эти сверла я использую в основном при сверлении текстолита под ножки радиокомпонентов. Сделано якобы в Японии, Made in Japan. А приехало оно на самом деле... Приехало, приехало... Город Таллин, Эстония. Так, следующая посылка от отечественного производителя. Я у него уже приобрел бормашину, различные насадки, а теперь вот купил еще и стойку для фрезеровки. Сразу скажу, стоит вещь денег немеренных, но мне она крайне нужна, а сделать самому не представляется возможным. В домашних условиях на табуретке это практически невозможно. Да и, честно говоря, было просто лень. Решил я не париться и купил. Стойка изготовлена специально под такие бормашины фирмы Профиль. Хотя, если ваш гравер имеет схожий диаметр, а он составляет 36 миллиметров, то можете смело брать. Да для фрезеровки вы уже, наверное, видели у меня в последних роликах координатный стол со стойкой. Это отличная вещь, но для обработки каких-то небольших деталей. А вот этой штукой можно фрезеровать что угодно, причем в любых плоскостях. Вот здесь даже есть какое-то клеймо мастера, наверное, это марка стали. Все бы хорошо, но меня смущает вот эта вот площадка из оргстекла. А поскольку работа подразумевает перемещение стойки по поверхности, то со временем, причем очень скоро, оргстекло станет матовым. То, что здесь вообще применили прозрачный материал, а не тот же алюминий, на самом деле хорошо. Это позволяет визуально контролировать большую часть обрабатываемой поверхности. Так вот, чтобы сохранить оргстекло, я, пожалуй, оклею его прозрачной пленкой с самоклейкой. Ну вот, две минуты и все готово. Такое ощущение, как будто пульт от телевизора в полиэтилен завернул. Теперь, когда пленка поистреплется, я просто ее оторву и приклею новую. Согласитесь, это проще, чем вырезать новый куфлокорк стекла. Ну да ладно, к стойке мы еще сегодня вернемся. Поехали дальше. Так, ну и последняя самая большая посылка на сегодня. Брал для все той же бормашинки. Это фрезы по дереву. 12 штук продаются вот в таком вот деревянном кейсе. Под каждой фрезой, как вы видите, имеется наклейка с изображением своих возможностей. В наборчике имеется торцевой ключик шестигранный, чтобы разбирать фрезу. Диаметр хвостовика каждой фрезы составляет 6 мм. Обращаю на это ваше внимание, так как большая часть граверов способна поглотить максимум 3,2 мм. На самом деле с деревом я работаю не часто, но очень хотелось попробовать заодно проверить возможности бормашины. Как раз это мы сейчас с вами и сделаем. Для этого мне и пригодится новая стойка. Так, чтобы взять, чтобы взять, чтобы взять. Возьму что-нибудь пофигуристее. Ну, например, вот это. Съедят фрезы плотно. Воткнуты они сюда не просто в дерево, а еще и в пластиковых подстаканчиках. Взял вот такую фрезу, сейчас найду кусок деревяшки и попробуем. Слушайте, ну получается довольно круто. Поверхность абсолютно ровная, гладенькая. Вообще, я думал, что для этой операции потребуется гораздо больше усилий, но бормашинка прет и, можно сказать, даже не напрягается. Сейчас попробую другую фрезу. Выбрал вот такую фрезу, чтобы сделать канавку. Я не знаю, так было задумано или случайно вышло. Хотел вставить пылесос, а он сюда входит в самый раз. Туго, даже ничего не нужно крепить специально, держится шланг и так. Вот что у меня получилось. Конечно, чтобы линия получилась ровная, надо делать какой-то упор, вдоль которого бы фреза и двигалась. Ну а так тоже довольно неплохо. Уж не знаю, может быть так получается четко, потому что фрезы еще пока новые. Но результат меня радует. Классно. А я думал себе фрезер покупать для дерева. Зачем он мне нужен? Для моих объемов побаловаться, где-то что-то украсить. Хватит и бормашины. Тем более, что она работает, как я уже сказал, вообще не напрягаясь. Надо будет поискать еще какие-нибудь фрезы с интересной конфигурацией. Ну что ж, это была последняя на сегодня посылка. Спасибо, что были со мной. Спасибо за лайки и подпись. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!